Мне пишут комментарии по поводу русского языка. Я уже говорила не раз, что русский язык не придуман теми тварями, которые вот сейчас вторглись, у них мало мозга вообще в целом, чтобы оценить какую-либо ситуацию. И не нужно мне писать, как будто меня не зацепила война, задавать мне вопросы, чем я помогаю, я не должна делать отчёт, чем я помогаю, а я достаточно помогаю всем, чем могу. И я остаюсь в Украине и познала очень много лишений, комфорта, разлуку с любимым мужчиной, мой ребёнок познал разлуку с папой. Я лишилась дома, лишилась нормальной коммуникации и можно было даже сказать одежды, потому что у меня всё приспособлено было под красивое, классическое, хорошее. Я понимаю, почему осуждают у них свои боли и свои проблемы, но очень, конечно же, не терпится агрессию куда-то выплюнуть, и они не могут достать до фронта, пытаются кого-то утопить, кого знают и пишут под неизвестными никами. Мне это всё не то, что пофиг и на это плевать, потому что обычно это делают типа знакомые, типа друзья, вот такие вот штуки. Но мне очень обидно за людей, которые ко мне как к психологу приходят на консультацию и рассказывают об ущемлении украинцами, их же согражданами, за язык, за книгу, за покупку российского товара. Я не хочу что-то опривергать, доказывать, рассказывать, но напомню, что связи с Россией сейчас прекращены, и даже если вы купили в Украине русский товар, он уже заплатил, уплатил пошлину ещё раньше. Если человек купил ранее книгу или ранее изданы в Украине книги и пошлины уже оплачены, значит пусть человек читает без осуждения. Если человека русский, это родной, пусть общается. И не вам решать, куда кому убраться или как кому общаться. Занимайтесь чисто своим делом, вместо щемить кого-то и судить. Занимайтесь собой, потому что в каждого есть свои минусы. Ну просто хочется куда-то вырыгнуть, но не на себя, да? До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok